Новая ливневая канализация появится в рабочем поселке Петропавловска. Она будет длиной больше 6 километров. На это выделили 345 миллионов тенге. Работы сейчас ведут на двух улицах. Где еще нужно сделать ливневки, чтобы весной и осенью не топило дороги и частный сектор, знает Айгири Муканова. Каждую весну рабочий поселок превращается в маленькую Венецию. Только серо, грязные топят улицы и жилые дома. Жители не раз жаловались городским властям на ситуацию. В июле здесь началась работа. Новую ливневую канализацию делают на улицах Украинской и Панфилова. Общей протяженностью 6250 метров. Для этого из республиканского бюджета выделили почти 345 миллионов тенге. На данном участке у нас работает 12 человек. Потом спецтехники 9 единиц. Прошли более 30% всеобщего объема. Сейчас будем усилять, добавлять еще звенья. К ноябрю месяцу планируем закончить. Кельбет Мусаинова живет здесь 9 лет. До их дома вода пока не доходила. А вот соседи топило 3 года. Каждую весну и осень женщина боялась, что вода придет и к ее участку. Вода до туда идет. Некуда больше ему течь. Она идет в обратную сторону. К соседнему дому подходит. Нынче устанавливают. Думаю, нормально. Теперь стек будет в одну сторону идти и затопления никакого не будет. В Петропавловске общая протяженность ливневых канализаций 92 километра. Из них 48 открытые. Остальные идут под землей. Но они не справляются с потоком воды осенью и весной. Многие уже устарели. Нуждаются в замене или ремонте. Отдельные участки забиты мусором. Запланирована масштабная работа. В настоящее время готов к реализации ливневых канализаций по улице Халтурина. Также на стадии завершения прохождения государственной экспертизы две ливневые канализации. Это привокзальная площадь и по улице Волочаевская. Также подана бюджетная заявка более 36 миллионов тенге для разработки проекта документации по 17 улицам города. В Акимате говорят, чтобы ливневки работали, нужно их чистить. В этом должны участвовать и сами горожане. Не скидывать туда мусор и выходить на субботники. Альгири Муканова, Казбек Арыгбаев. Новости МТРК.